Продолжаем программу. 23 февраля утром у монумента Телфронту состоялся торжественный митинг, посвященный Дню Защитника Отечества. Традиционно перед собравшимися выступили первые лица города и комбината. Классический формат речей был существенно скорректирован внешними условиями. Уже год, как адресат и поздравлений, действующие Защитники Отечества находятся в фазе активных боевых действий в зоне проведения СВО. Репортаж Игоря Гурьянова. У монумента все как всегда в этот день. Молодежные патриотические организации, ветераны, руководители, юно-армейцы в почетном карауле навевают ностальгические воспоминания. В глаза бросилось обилие знамен победы. Глядя на них, не было нужды напоминать собравшимся, что прямо сейчас на юго-западных рубежах нашей Родины идет битва по масштабам, сопоставимая со сражениями Великой Отечественной. Сегодня локальный конфликт вышел на другой уровень. Наши земляки не спрашивают, по ком звонит колокол. Магнитогорцев сложнейшая ситуация коснулась в полной мере. Об этом с трибуны говорил председатель городского собрания Александр Морозов. Спасибо всем, кто собирает гуманитарную помощь предприятиям, организациям, людям простым, что несут вязаные носки, консервы, письма пишут для тех, кто на фронте. Вот недавно вывезли из общественно-политического центра, что на набережной два, полторы тонны груза. Гуманитарные конвои – лишь один пункт помощи со стороны нашего города. Жизнь которого, и это также нужно признавать, не особо изменилась ходом реализации целей СВО. В бесчете с главой города стало понятно – это тоже результат работы. Страна живет. Мы сегодня обеспечиваем и, собственно говоря, проведение этой операции. И, конечно же, сегодня отдельное внимание – это семьям, тем, кто выполняет свой долг. Конечно же, сегодня вся страна делает все, чтобы их семьи не чувствовали никаких сегодня проблем. Мы верим, что они все вернутся живыми, здоровыми, и мы будем все делать для того, чтобы здесь их ждать, встречать. Широко на митинге был представлен депутатский корпус разных калибров – от муниципального до федерального уровня. Полпред нашего города в Государственной Думе Виталий Бахметев встретил нынешнее 23 февраля с настроением, которое ему и коллегам задал президент в своем послании. Президент еще раз подчеркнул – единение армии, единение народа – только совместно мы можем победить. И это наша святая обязанность всех россиян, только потому, что мы не имеем права проиграть. Поэтому настроение сегодня рабочее. Такое же рабочее настроение и в целом в городе, самый точный барометр которого расположен на левом берегу и называется ММК. Да, интегрированный в глобальную мировую экономику, комбинат не мог не ощутить на себе последствия санкционного давления. Но есть повод для оптимизма. В это непростое время мы обеспечим работу комбината на обычном нормальном уровне. То есть его загрузка практически максимальная, на уровне где-то 95%. А с тем, что у нас идут плановые ремонты, как обычно зимние. Я думаю, мы весной должны выйти на свои стопроцентные показатели. Игорь Гурьянов, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.